Это первая творческая улица в нашем городе. Идея облагородить участок в районе Батарейной принадлежит владельцам заведений, которые находятся рядом. Превратить серую брусчатку и неприметный забор в арт-объект решили спонтанно. Мы потом стали украшать забор, делать из него благоустройство этой территории, но потом идея разрослась еще сильнее, и мы решили его снабдить некими арт-объектами. Именно такого формата, чтобы перед этими объектами было интересно фотографироваться, делать селфи, делать снимки друзей, делать снимки компаний. Теперь на арт-авеню А2 любой желающий может сделать памятное фото на фоне героя японской игры «Марио», «Смайло» или «Крыльев». Настоящей жемчужиной данной улицы стала, конечно же, надпись «Welcome to Vladivostok». Гостей и жители Приморской столицы привлекают в первую очередь необычные матрешки. Символ России осовременили, добавили модные очки, кричащие надписи наподобие «Цой жив», а также особо популярную ныне символику Советского Союза. Сейчас горожане и гости города могут сойти с серого асфальта и пройтись по дорожке, разукрашенной всеми цветами радуги. Забор разделили на несколько декоративных секций, поставили трубы, из которых вытекает яркая краска. Мне очень нравится эта идея. Улица очень яркая, креативная. Здесь гуляет много людей. Эта улица добавляет веселье в город. Авторы проекта «Арт Авеню А2» довольны своей работой. Теперь, листая ленту в соцсетях, все чаще видишь посты, сделанные здесь, на батарейной 3А. Улицу уже смело можно назвать подарком для города, его жителей и гостей. И, возможно, такое превращение обыкновенной улицы в настоящий арт-объект станет не единственным во Владивостоке. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.